Сегодня Благотворительный фонд Содружества вновь вручил стипендии отличникам учебы, победителям Олимпиад и конкурсов. В этом году стипендиатами фонда стали 53 школьника. До начала торжества по традиции общая фотография стипендиатов с меценатами. Это губернатор области и глава города, архиепископ Вятский и Слободской, руководители кировских фирм и предприятий, учредившие именные стипендии талантливым школьникам. Благотворительный фонд Содружества поддерживает одаренных детей с 1996 года. Я, в общем-то, занимаюсь и вручаю стипендии еще не так долго, поэтому мы отслеживаем, дети учатся, пока у них все хорошо. Ну а вообще-то на перспективу, конечно, мы не просто будем отслеживать, но мы и будем говорить всем остальным, чего добиваются наши бывшие стипендиаты в жизни. На новый учебный год учреждены 53 стипендии. Достойных денежного поощрения представляют школы, где учатся ребята, но последнее слово за экспертным советом. Любому человеку важно знать, что в него верят и поддерживают. Хороший знак внимания со стороны города. То, что на хороших учеников вообще обращают внимание в городе. Сейчас очень хочется увидеться с моим учредителем и поблагодарить его от всей души. Также хочется высказать спасибо моим учителям, моей первой учительнице и, конечно же, Смирновой Эльге Сергеевне. У каждого из нынешних стипендиатов свои истории и свои мечты. Но все они целеустремленные, трудолюбивые и активные. Поддержать их, дать возможность дальнейшего развития и образования – основная задача неравнодушных взрослых. Кстати, многим стипендия вручается не в первый раз. В том году я ездила на конференцию при Бауманском университете. Вот заняла там третье место и на поездку потратила эти деньги. Я увлекаюсь изучением языков и благодаря этой стипендии я смогла оплатить курс испанского языка. И я очень люблю испанский язык, так что мне это очень помогло. Также в прошлом году я ездила по программе студенческого обмена FLEX. Это… мне удалось провести целый год в Америке. Я… и испанский язык там тоже очень помог. Поддерживая талантливых ребят, меценаты вкладывают деньги в будущее. В будущее своего предприятия, города, области, страны. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести Киров.